Осветим экран зажжённой свечой. А теперь поставим между свечой и экраном непрозрачную пластинку с небольшим отверстием. На экране мы видим неяркое изображение свечи, перевёрнутое вверх ногами. Если удалять свечу, изображение делается меньше. Если удалять экран, изображение становится больше, но при этом оно бледнеет. Такие наблюдения люди делали ещё в глубокой древности. Арабский учёный Ибн Алхайсам в своей книге «Сокровища оптики» объяснил, как получается перевёрнутое изображение. Прямолинейные световые лучи от нижней точки предмета попадают в верхнюю часть экрана, а лучи от верхней точки идут в нижнюю часть экрана. Вот изображение и получается перевёрнутым. Художники Возрождения использовали этот способ для зарисовок с натуры. Чтобы лучше видеть неяркое изображение предмета, отверстие проделывалось в стене тёмной комнаты, которая на латинском языке называется «камера-обскура». Мы сделали переносную камеру-обскуру из двух картонных коробок. В одной коробке проделано маленькое отверстие, а в неё вставляется вторая коробка с экраном, чтобы можно было менять расстояние от отверстия до экрана. Получающуюся на экране картину мы рассматриваем через ещё одно отверстие. Чтобы и вы увидели это изображение, мы будем снимать его фотоаппаратом с выдержкой в несколько секунд. Несмотря на большую выдержку, фотография получилась весьма тёмной. Чтобы на экран падало больше света, увеличим диаметр отверстия в два раза. Изображение при той же выдержке стало ярче, однако его резкость заметно упала. Дело в том, что от каждой точки объекта через отверстие проходит световой пучок, который даёт на экране не точку, а пятно. Пятна от разных точек объекта перекрываются, и изображение размывается. Чем больше диаметр отверстия, тем больше размер пятен, и тем меньше резкость изображения. Чтобы продемонстрировать эффект размытия, сделаем в передней стенке камеры обскуры не одно, а два отверстия. Внесём в поле зрения лампу накаливания. Мы видим не одну, а две лампы. А теперь включим прожектор, которым мы обычно пользуемся при съёмках. Каждое отверстие даёт на экране своё отдельное изображение прожектора. А вот уличная фотография, сделанная такой камерой. Изображение удвоилось, как будто мы засняли его два раза на один кадр, немного повернув камеру вбок. Камеру-обскуру с маленьким булавочным отверстием, применяемую в художественной фотографии, называют стеноб или пинхол-камерой. Такая камера даёт широкоформатное изображение с очень большой глубиной резкости. Съёмка на такую камеру ведётся с весьма большой выдержкой, поэтому резкое изображение дают только неподвижные объекты. И общая картина получается очень своеобразной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok